Таганрог с рабочим визитом Посетил губернатор Ростовской области Василий Голубев Он посетил Приморский парк, стадион «Торпеда», провел прием граждан и два совещания Первым пунктом в программе рабочей поездки губернатора Василия Голубева стал стадион «Торпеда», который реконструируется в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года Там главу региона встречали глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий, а также представители подрядчика и заказчика Андрей Лисицкий рассказал о ходе выполнения строительных работ Сейчас они идут с опережением графика По информации подрядчика, работы выполнены на 60% от планируемых проектом На данный момент идут к завершению монолитные работы по восточной трибуне На 3200 мест и ведутся к завершению подготовительные работы по посеву футбольного поля До 10 сентября планируется засев газона игровой площадки Срок окончания работ по устройству футбольного поля – конец сентября Все работы могут быть завершены уже в ноябре Следующей точкой визита стал Приморский парк Он вошел в приоритетный проект формирования комфортной городской среды В рамках его реализации на объект в 2017 году предусмотрено более 60 миллионов рублей Из них 50 миллионов – деньги Федерации, 11 миллионов рублей выделяет область И 300 тысяч – изыскали в бюджете Таганрога В соответствии с проектом благоустройства Площадь замены тротуарного покрытия центральной аллеи парка Составляет почти 2000 квадратных метров В южной аллее – почти 5000 квадратных метров Также предусматривается установка модульного административного помещения Металлического ограждения по периметру территории парка Детской игровой площадки, площадки для мини-футбола Авиамодельной площадки, которую можно использовать для игры в настольный теннис Площадки для воркаута, велосипедная парковка Губернатор поинтересовался, сколько нужно средств, чтобы привести в порядок Весь Приморский парк с пляжной зоной И пообещал дальнейшую поддержку, если первая очередь благоустройства Будет выполнена качественно и в соответствии с требованиями приоритетного проекта Все необходимые расчеты о количестве средств, которые потребуются на вторую очередь Министр ЖКХ Андрей Майер и глава администрации Андрей Лисицкий пообещали дать в октябре Затем губернатор провел прием граждан в общественной приемной И дал поручение помочь обратившимся таганрожцам, которых, к слову сказать, было не очень много После этого Василию Голубеву и Андрей Лисицкий возложили цветы к стеле «Город воинской славы» На закуску оставили целых два совещания, которые прошли в администрации города С участием заместителей губернатора, министров областного правительства и городских чиновников Первое совещание было посвящено подготовке к осенне-зимнему периоду В режиме видеоконференции на вопросы руководителя региона отвечали главы администрации различных проблемных территорий Отдельное внимание было уделено таганрогу Андрей Лисицкий рассказал о трудностях Нарастающие долги предприятий коммунальной сферы за энергоресурсы, изношенность городских объектов теплоснабжения и сетей И сообщил, что уже делается для решения проблем Мы с учетом сжатых сроков отрабатываемся с министерством и правовым направлением производства Вариант проведения закупок без конкурсных процедур очередь Потому что действительно риски есть по теплоснабжению населения Поэтому общая позиция, что это возможно для того, чтобы сократить срок И шесть аварийных участков мы благодаря этим следствия Значит, у вас нет сомнений, что вы освоите эти деньги точно в срок, и к зиме вот эта часть проблемы с ними? Хорошо, по второй части По второй части мы планируем передать часть сетей, которая находится в зоне теплоснабжающих организаций И теплоснабжающим организационную аренду с последующим присвоением статуса и этого По предварительной проработке со всеми теплоснабжающими организациями Не готовы идти сеть, и сейчас уже участвуют практически в подготовке этих сетей к отопительному сезону По ряду предприятий уже готовность сетей 100% Губернатор поручил ответственным в правительстве области ускорить процессы согласования и выделения средств Чтобы ремонтные работы можно было начать и завершить в срок Что касается растущих долгов предприятий коммунальной сферы перед ресурсниками То этот вопрос было поручено взять на особый контроль и министерству, ЖКХ и муниципалитету И найти решение, которое позволило бы в корне изменить ситуацию В течение недели губернатор поручил представить ему предложения срочного и среднесрочного характера по вхождению Таганрога в отопительный период Еще одно совещание было посвящено работе межведомственной рабочей группы по нормализации социально-экономической ситуации в городе Таганроге День знаний отметили школьники Таганрога Праздники первого звонка объединили учеников, учителей, родителей, которые особенно переживали за первоклашек Так было и в 23-й школе нашего города, которая богата своими традициями Там на праздники первого звонка побывала и наша съемочная группа Во дворе 23-й школы утром 1 сентября многолюдно, так же, как и в других образовательных учреждениях города В этом году, в первый день осени, погода решила не портить праздник школьникам и студентам Накануне лел дождь, а утром 1 сентября из-за тучи выглянуло солнце и своими лучами немного согрело всех участников торжественных линеек 23-я школа в этом году принимала в свою большую семью почти 120 малышей Эти счастливые мальчишки и девчонки с огромными букетами цветов и белыми бантами впервые сядут за школьные парты Они первоклассники, главные гости на торжественной линейке День знаний для первоклашек оказался непростым По их признанию, самым тяжелым испытанием для них стал ранний подъем в школу Не каждый из них был готов столкнуться с таким неожиданным поворотом в их детской жизни Но в школу хотели и собирались все, без исключения Мне мама покупала все в школу, портфель с кисей и к этому портфелю для сменки мешок Я хотела идти в школу А почему? Потому что там можно получать пятерки, буквы знания И будешь писать уроки и получать одни пятерки и четверки На праздник первого звонка в 23-ю школу пришло немало гостей Среди них депутаты городской думы, общественники А еще в этот день в гости к ребятам пришли сотрудники ГИБДД Чтобы поздравить с началом учебного года И напомнить о необходимости соблюдать правила дорожного движения Добрые слова нашлись и у директора 23-й школы Она пожелала всем своим воспитанникам доброго пути Весь школьный коллектив желает вам хороших успехов Чтобы вы учились только на четверки и пятерки Чтобы на вашем пути были замечательные школьные учителя Которые вас любили и которых бы любили вы Я поздравляю весь коллектив школы Всех учащихся школы с первым звонком С началом нового учебного года Желаю вам учиться на четверки и пятерки Получить новый багаж знаний за этот учебный год Ну а выпускникам, чтобы они хорошо подготовились к государственной итоговой аттестации Веселые танцы, стихи, встреча со сказочными героями Вот так и подошли к главной части торжественной линейки Звенит первый звонок Начался отчет нового учебного года На первый урок к малышам 23-й школы пришли сотрудники ГИБДД Они выручили каждому первокласснику светящиеся брелоки Которые должны обезопасить ребенка при переходе проезжей части дороги в вечернее время Мы ко всем жителям города Анрога Родителям, которые поверили детей в первый класс Поздравляем их Желаем, чтобы дети учились на пятерки Радовали их Учеба давалась легко А также хотим подарить им вот такие световозвращающиеся брелоки Которые светятся в темноте И водители будут видеть детей, что они переходят дорогу Брелок имеет еще режим фонарика Дети могут посвятить себе путь домой Поэтому мы пожелаем им безопасности Чтобы родители научили, не забывали про правила дорожного движения И научили детей этим правилам 23-я школа стала пока первой и единственной Где реализуется этот пилотный проект По внедрению таких технических новинок от ГИБДД Вполне вероятно, что такую инициативу поддержат и другие школы города А результатом этой работы станет снижение Дорожно-транспортных происшествий с участием детей В Таганроге отметили 74-ю годовщину освобождения города и Ростовской области От немецко-фашистских захватчиков Возложение цветов к стели «Город воинской славы» стало уже традицией Сюда приходят ветераны, участники локальных войн, молодежь и представители общественности Таганрога В митинге приняли участие ветераны, казаки, представители общественных организаций, депутаты и молодежь Окупация Таганрога длилась 683 дня, почти два года Горожане претерпели много бед, пережили голод и холод Лучшая молодежь города вступила в ряды подполья и погибла Сердечно поздравляю вас с днем освобождения Таганрога от немецко-фашистских захватчиков 30 августа 1943 года ранним утром советские войска поставили победную точку в освобождении Донского края и Таганрога Велик список тех, кто внес свой героический вклад в освобождение Ростовской области и Таганрога Вспомним сегодня имена некоторых из них Толбухин, Федор Иванович, маршал Советского Союза, герой Советского Союза Командовал войсками Южного фронта, которые, действуя между Ростовом и Донбассом, прорвали Меусфронт и освободили Таганрог Котляр Леонтий Захарович, командовал инженерными войсками различных фронтов В том числе Третьего Украинского, Юго-Западного, Южного фронтов, соратник Толбухина Лично принимал участие в освобождении Таганрога За умилые действия по обеспечению фронтовых операций удостоен звания Героя Советского Союза Сызранов, Дмитрий Михайлович, командовал 416-й стрелковой дивизией За которой в период с февраля по август 1943 года был закреплен участок Меусфронта Во знаменование освобождения Ростовской области и Таганрога 416-й стрелковой дивизии присвоено наименование Таганрогской Морозов Семен Григорьевич, комиссар Таганрогской антифашистской подпольной организации Оставшись в оккупированном Таганроге, сплотил вокруг себя боевую группу молодежи Руководил смелыми операциями в тылу врага Вел агитационную работу 23 февраля 1943 года После долгих и жестоких пыток Расстрелян в балке смерти Вместе с другими подпольщиками В 1965 году К 20-летию Великой Победы Удостоен звания Героя Советского Союза Посмертно Велик этот список Ветеран Великой Отечественной войны Таганрожец Вадим Михайлович Терновой Призвал беречь память опавших Собирать покрупицы, воспоминания и документы Он выразил уверенность, что музей на Самбекских высотах будет создан Память погибших героев Великой Отечественной войны почтили минутой молчания Для жителей нашего города 30 августа день особенный К стеле воинской славы принесли гирлянду памяти и живые цветы В этот день возложение цветов и венков прошло у всех памятников погибшим в Отечественной войне Таганрогские юноши и девушки, поступившие в Ростовский медицинский университет По целевому набору в преддверии нового учебного года встретились с руководством администрации города Управления здравоохранения и главными врачами таганрогских больниц Будущих врачей очень ждут в лечебных учреждениях города Ну а пока студенты во время учебы будут получать дополнительную поддержку из городского бюджета На встречу таганрогских студентов, которые поступили в этом году в медицинские вузы Пришли представители администрации Таганрога, управления здравоохранения, врачи медицинских учреждений Практика целевого набора в Ростовский медицинский университет реализуется в нашем городе уже более 10 лет Нужно сказать, что в последние годы интерес к профессии врача среди молодежи возрос Если 7 лет назад Управление здравоохранения Таганрога выдавало меньше 10 ходатайств для участия в целевом наборе То в этом году выдано рекордное число целевых направлений 57 Проблема дефицита врачебных кадров в нашем городе стоит достаточно остро Надо сказать, что в системе муниципального образования на сегодняшний день Укомплектовая врачебность составляет около 60% Это, конечно, большая проблема для нас И кроме того, из 797 врачей, которые работают в муниципальной системе образования сегодня Около 30% это уже специалисты пенсионного возраста Так что вы совершенно правильно, вы и ваши родители сделали, что решили посвятить себя этому благородному делу В последние 3 года реализации проекта, о котором мы с вами говорим Наши студенты, таганрожцы, получают прибавку к стипендии из средств муниципального бюджета И вы такую прибавку будете тоже получать Я только заостряю ваше внимание, что администрация города, понимая проблему Старается ее вот таким способом решить и поддержать вас во время учебы На сегодняшний день 76 студентов, обучающихся в Ростовском государственном медицинском университете Из средств бюджета города платится эта стипендия На эти цели в 2017 году выделено в бюджете города 497 тысяч рублей В этом году по целевому набору в Ростовский медицинский университет поступило 15 человек Таким образом, сегодня здесь обучается 76 целевиков из нашего города Поздравил будущих медиков и главный врач БСМП Анатолий Рабичук Он пожелал им успехов и отметил, что самую лучшую практику будущие врачи пройдут в больнице скорой помощи Люди приходят сюда и с травмами, и с отравлениями, инфарктами, инсультами Всем, кому нужна срочная помощь Но я думаю, что все эти годы вы будете рядом с нами Потому что в Ростовском медицинском университете есть понятие производственной практики И проходить вы ее можете по вашему желанию Не только в клиниках Ростова, но и во всех 16 муниципальных учреждениях здравоохранения города Таганрона Желательно проходить эту практику в том личном учреждении, которое вас направило У молодых первокурсников начинается самая жаркая, но приятная пора их жизни Вместе с поздравлениями в этот день они получили памятные подарки Союз художников Таганрога ко дню освобождения и дню города решил преподнести подарок всем его жителям В выставочном зале отделения открылась выставка картин, объединенных темой осени У художников Таганрога разные взгляды и пристрастия Но всех их объединяет одно – любовь к родному краю Городские пейзажи, натюрморты, портреты и фантазийные полотна представили художники разных возрастов Многие живописцы начинают работать с восходом солнца Они ловят свет, настроение, состояние города, который осенью меняется на глазах В экспозицию выставки, посвященной дню города, вошли живописные произведения художников, исполненные в разных техниках Здесь есть акварели, работы маслом, гуашь, картины в смешанной технике Познакомившись с работой художника Александра Высочкина, зрители совершат небольшое путешествие по городу И узнают людей, изображенных на картине Сюжет один – любовь к старинным таганрогским особнякам Которые я буквально отснял по городу Почти все, но их все не отснимешь Их очень много И все они, конечно, на картину не вошли Вот, ну, получилось, что такая фантастическая смесь Вот, где присутствует и коляска старинная Вот, ну, различные атрибуки Немножко мистики, немножко луны Вот, блики и прочее Все это как-то вот навеяло тему старого таганрога Мистика, скульптура Чехова и скульптура Петра Первого Все они смотрят на Луну Вот, так что лунный свет освещает все эти здания Как бы помогает перенести дореволюционное время Вот, но персонажи наши, современные люди Которые, вот, которые многие узнаваемые Ну, вот такая вот картина получилась Живопись Людмилы Казарян завораживает простотой И узнаваемостью изображенных мест Море стало героем ее картин И это несколько неожиданно Раньше я писала натюрморды, пейзажи с природой А потом подумала, ну, почему бы и нет Все мужчины пишут море Попробую и я решила Ну, вот последние работы за это лето Я сделала четыре работы в море Ходила на этюды рано утром Вот, вот эта вода рано Когда еще тихо Никто ее не загрязнил, как говорится Как и все моря, они изменчивые От любой погоды Если это ясное, то и море ясное Но все равно, какое бы оно ни было Оно наше, наше, родное В этом году Таганровское отделение Союза художников России Отмечает небольшой юбилей Есть повод подвести некоторые итоги 25 лет назад стали самостоятельны При Московском союзе художников России На выставке представлено 20 авторов Некоторые, по несколько работ У некоторых У Николая Николаевича Левады Его произведение было на региональной выставке В Кисловодске Ну, было много очень зрителей Оно уже заряжено энергетически Хорошие отзывы получила работа Я надеюсь, что наши таганружцы Тоже посетят выставку И получат удовольствие Смешанные стили в картинах И разное видение красоты Делает экспозицию более насыщенной и яркой Выставка получилась очень емкая и красивая Приходите, убедитесь, сами Приглашают живописцы И поздравляет горожан с началом Самой прекрасной поры осени На этом наш информационный выпуск Подошел к концу Я с вами прощаюсь И еще раз хочу напомнить Что все наши информационные выпуски Вы можете пересмотреть на сайте www.taganrock.tv.ru Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова